Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня Слава Николаевича Тюняева, вот которой уже видео, наверное, штук 15 было у нас по ВЧС-ВЧ-излучениям, по противодействию этому. Сразу вначале скажу, что под этим видео будут очень важные ссылки. Если у вас возникнут вопросы какие-то, или вы посчитаете нужным что-то возразить нам, так сказать, без аргументов, то сначала посмотрите, начиная вот с учебника Минина по электромагнитной безопасности 1974 года и все остальные выкладки, доказательства полные под этим видео по ссылкам. Ну, а теперь я хочу передать слово Николаевичу Тюняеву. Просто единственное, спрошу такую вещь у него сначала, вернее, чтобы он вам объяснил. Поводом к данной встрече нашей, внеплановой, послужила какая-то очень важная информация, которую вот буквально вчера мне Владимир Николаевич прислал. Давайте спросим, что это за информация, что она означает и, собственно, что с этим делать. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте, Юрий Андреевич. Интересная информация поступила, но она не совсем последняя, не 23-го года, а 22-го. Причем это ответ был управление делами президента Бородину, это держатель сайта СтопЦифра. И ко мне попало, ну, мы уже об этом говорили, вот только-только я сделал анализ того, что в этом ответе, вот в этом ответе, по ссылке вы посмотрите, вот у нас у Юрия Андреевича будет. Это ответ за подписью девушки такой, которая Брагина. Ответ администрации президента на обращение по поводу размещения вышек 5G. Где в этом ответе? Вы сами можете все почитать. Говорится, что все, ребята, безопасно. Провели исследование по заказу правительства Москвы, Минцифры. Выделили деньги Институту медицины труда имени Измерова. И там большой коллектив. И здесь она делает, я тут вот тоже подчеркал, когда читал этот ответ. Это, конечно, дезинформация, введение в заблуждение и дискредитация вообще власти, и в частности нашего уважаемого президента. Потому как я вот искренне удивился, хотя уже давно не удивляюсь, думаю, ну неужели наши ученые вот по этому ответу, написанному, что все безопасно, мы увеличиваем дозу облучения с 10 микроватт до 40 микроватт. И это пишет вот в отчете уважаемая, ну или уважаемая, неуважаемая. Одним словом, Брагина отвечает из администрации президента. Я нашел отчет, позвонил Рубцовой, Нина Борисовна, который входит в наш экспертный совет, в том числе и Пальцев, который руководил данной группой. И в отчете написано, что вот проведены были исследования фундаментальные с 19 по 21 год. И в этих исследованиях было указано, это отвечает администрация в лице Брагиной, что все безопасность, что все в пределах нормы и можно увеличивать от базовых станций облучение населения. Это ложь, потому что я сделал анализ полностью, про что делал 250 листов данного отчета, который представил институт Измерова, и вы можете сами посмотреть на него. Ни слова не сказано о безопасности, только предположение о том, что локально возможно где-то сделать увеличение, локально, что ничего не исследовано, что приборов практически нет. Хотя они проводили исследования и натурные, и делали анализ в основном американских источников, и там все показано, 90% исследований говорит о вреде. И в данном случае, в данном случае, в этом исследовании, которое делал институт, не сказано ни слова о том, что это вредно. Причем мы ранее показывали и на нашем экспертном совете, и Рубцова, и Пальцев, и другие эксперты, и специалисты радиобиологии говорили о вреде. Причем в исследовании указываются только базовые станции. И его нельзя назвать фундаментальным, потому как фундаментальные делаются в сочетании с другими факторами. Такими как телефон, смартфон, роутер, линии электропередач, берутся клинические испытания, проводятся долгосрочные. Вот тогда это будет клиническое испытание. И самое главное, ну претензия к администрации, то есть к Брагиной понятная, что она вводит в заблуждение, я уже об этом сказал. Претензия к исследователям такова, что они не указывают о том, что существуют средства защиты. Вообще об этом никто не говорит. Мы только с Юрием Андреевичем об этом говорим уже на протяжении последних шести лет, а вообще уже более 25 лет занимаемся данной проблемой. И в данном случае средства защиты, которые можно применить, и одним словом, одно дело бороться с законодательством, вот как многие делают группы родителей Москвы, родоотпоры, вообще многие, которые занимаются, и вот юристы ко мне приезжают, пишут заявления, но это очень сложно. Несмотря на это, половины базовых станций стоят незаконно по многим причинам. Мы в Белой Книге, кстати, по ссылке можете посмотреть, там все данные привезли по этому поводу. И, ну, о средствах защиты никто не говорит, вот кроме нас, наверное, в эфире и вообще в обществе. Потому что можно спокойненько, установив средства защиты Neutronic на компьютеры, телевизоры, на доски интерактивные в школах, да даже на рамки, возможно уменьшить до 90% воздействия. А вы потом уже законодательно нужно уже проявлять инициативу, и чтобы наши законодатели убирали те положения, которые сегодня действуют. Вот самое главное в чем сегодня вопрос. В том, что определенную группу лиц, которые представлены чиновниками, вводят в заблуждение общество и вносят дезинформацию. И в сегодняшней непростой обстановке это, опять-таки, дискредитирует власть, дискредитирует президент. Это вот мой такой краткий вывод по отношению вот к данному ответу. А что делать, мы уже сто раз уже повторяли и говорили. Надо приобретать антенны коллективные, индивидуальные, и вы тогда снизите количество облучения на организм до 90%. Вот мое мнение. Все-таки надо включать голову. Владимир Николаевич, а вот давайте так. Люди некоторые, кто не в теме, конечно, скажут. Ну, по крайней мере, ладно, спросят. А какие доказательства у вас есть того, что СВЧВЧ-излучение, в частности, сотовая связь, Wi-Fi вредны? На этот счет, Юрий Андреевич, вы уже говорили, есть книга Минина, я еще раз покажу. Вот она, учебник, и он в электронном виде есть, где все расписано, каждая частана, на что воздействие, на какой орган и какой вред приносит. Это раз. Во-вторых, в Советском Союзе были строгие нормативы, которые сегодня практически зачеркнули, увеличили дозу облучения. Вот Попова госпожа выпустила 36-48 санитарные правила по внутришкольной среде, увеличила время облучения до 4 часов, а было в 96-м году 15 минут в неделю. Вы представляете, какой разрыв? И ознакомьтесь, еще раз мы много раз говорили, демографический сборник России, рост заболеваемости, рост смертности и убыли коренного населения России, катастрофический. Я уже много раз об этом говорил, опубликованные статьи, вы можете по ссылкам посмотреть, сами проверить все, пожалуйста. Уважаемые товарищи, под этим видео, еще раз напоминаю, будут все ссылки, какие вам необходимы, чтобы удостовериться в правоте наших слов. Теперь, что еще? Владимир Николаевич, сразу вопрос-то возникнет в следующем. Ну, хорошо, вот 5G. Их отличие от 4G предыдущей, насколько это опаснее? Почему и опаснее ли это, чем предыдущая технология 4G? 5G это передатчики, которые, вы, кстати, можете посмотреть много роликов, Евгений Радис делает конкретно по измерениям 5G, они на Тверской стоят. Они работают в импульсном режиме, их ставят очень много, так как у них режим работы 3.7, 3.8 ГГц. Это 5G, уже вот как бы аббревиатурно эти частоты обозначены. И они создают, ну, естественно, больше пучки информации, больше энергии вкладываются. То есть, они, извините, бахают в пространство энергии, пучки энергии. И если вы, и не только если, вы попадаете в это, организм просто пробивается. И самая большая сегодня проблема, я смотрю, люди вот эти вот вставляют в ухи наушники, вот эти радио, это убийство просто. Вы представьте себе, это убийство организма, потому что у вас сразу же идет сигнал в ухо, ну, будете просто больными. И подчеркиваю, в этом заключении из Мирова единственная ссылка была сделана на методические указания, которые подписал Онищенко в 2012 году, главный санитарный врач, где указана как раз книга Минина и указана вот рост онкологии глиом головного мозга у детей. Вот в чем дело-то, ну, надо все-таки брать голову, включать в данную работу, иначе вот очень сложно нам будет бороться и вообще выживать в данных условиях. Ну, то есть, можно сказать так, что 5G опаснее тем от предыдущих поколений, тем, что резонанс поймать вот этот разрушительный воздействие на клетку, на ДНК, от различных частот их пересечений, то есть, вот этих амплитуд и встречных, соответственно, волн, поймать резонанс разрушительный проще, быстрее и легче, чем вот 4G. Безусловно, но ведь вы, никто же не отменит ни 4, ни 3, ни 2G. Они все в комплексе работают, просто это увеличение дозы облучения еще в несколько раз. Еще в несколько раз, понятно. Тогда давайте так, значит, вот скажем для тех, кто хочет хоть как-то, хотя бы, ну, не хотя бы, а на 90 примерно процентов, это очень много, хотя бы это наполовину, хотя бы это в 2 раза, а тут в 10 раз примерно. Так вот, кто хочет уменьшить, что именно, резонансное разрушительное воздействие на клетку, на ДНК, вот источника ВЧС-ВЧ-излучения, любых 2, 3, 5G, значит, есть защитное устройство Neutronic, которые имеют две модели, такие микроантенны, похожие на голограммы. Они такие пространственные антенны, которые плоские, клеются на экраны мониторов, телевизоров, то есть кинескопы, да, на, так сказать, прочие устройства, которые указаны под каждым из двух товаров, ссылки на которые я оставлю вам под этим видео. Вторая наклейка квадратная, пятая, это клеится на смартфоны, различные сотовые телефоны старых и новых образцов, ну, и на другие устройства, которые также, роутеры, модемы, да, которые там перечислены также. А есть еще антенна, многонаправленная такая медная антенна, которая в радиусе 15 метров в любой точке, установленной в пространстве, нивелирует воздействие вот это резонансное разрушительное от источника ВЧС-ВЧ-излучения, также соседских Wi-Fi, потому что свой-то вы можете заглушить, отключить, в конце концов, а его надо отключать в любом случае, пользоваться проводным интернетом, как это мы делаем, например, проводным интернетом, как это было раньше, это безопасно, и, соответственно, ну, соседи не отключат, что делать? Вот есть, во-первых, вот эти антенны, они нивелируют воздействие, потому что нейтроник, которое персональное устройство, наклейка которой, да, они не могут защитить вас от воздействия соседских Wi-Fi, они от вашего телефона, SWOT его защитят, от вашего роутера и так далее. А от соседских нет, а антенна может вот это, поэтому третий вот этот продукт, который помогает, что называется, жить, выживать в этих ужасных условиях, лучше бы не было ни нейтроников этих, ни антенн, это вот сразу по-честному надо сказать, и как кто-то скажет, вот, продают, выгодно, какие же люди есть идиоты, не от хорошей жизни, вы понимаете, что производить есть, у нас очень много видов продукции разной, и это производится, в первую очередь, для того и потому, что это хоть какая-то защита для людей, и, так сказать, мы всё же надеемся пробить, так сказать, такое положение, при котором уже сотовые компании при продажах всё-таки будут покупать и продавать людям вместе с сотовыми телефонами, либо разными с тарифами, эту защиту. Но самое главное, это сделать на правительственном уровне, и ещё важнее, гораздо, исключив вот всю коммерцию, вообще, самое главное, это, понимаете, вот так же, как в 72-м году был ГОСТ советский, что такое этиловый спирт, то есть, вот, неважно, да, вино, водка, шампанское, любое изделие, где есть этиловый или винный спирт, это есть наркотик, сильно действующий, причём по ГОСТу 72-го года, что и есть, и отражает действительность, это протоплазматический яд, это универсальный жирорастворитель, это страшное генное оружие, точно так же, хотя, несмотря на это, продаётся, мы спросим, а почему продают, господи, в каком мире вы живёте, алкоголь тоже в магазине, он в продуктовых продают этот наркотик, но только, я понимаю, что общество, большинство не считает его таковым, от этого суть его не меняется, и это наркотик. Что касается Wi-Fi, там, 4, 5G и прочей радости, сотовой связи, это, безусловно, и пагуба для здоровья, но уже ещё более высокого порядка, это тоже генное оружие, но и от него есть защита, это люди должны знать, а на правительственном уровне обязаны просто, обязаны, так сказать, безопасность людей соблюдать, то есть не идти на поводу капитала у этих корпораций, которые там миллиардами задавливают, пробивают всё, что угодно, и нормативы. Вот я, ну, по здоровью много видео делаю, старые мои зрители знают, что я объяснял, как с годами меняются нормативы по тому же витамин D3, вот сейчас у всех дефициты, его уменьшили норму, так сказать, что якобы у тебя всё нормально, дозировки уменьшили и так далее. Вот то же самое идёт, только в обратную сторону по воздействию от СВЧ. То есть, если вот в 1974 году было просто объективно в Советском Союзе, никакой коммерции, просто померено безопасно, что детям 15 минут в неделю, и то, это речь идёт про что? Не было же тогда сотовой связи, речь идёт про даже телевизор смотреть не более 15, и там 5 минут в день максимум, это в идеале. Да, не все соблюдали, понятно, но это всё-таки было с большим запасом, так сказать, сделано, потому что тогда нормативы жёсткие были. А теперь у нас, так сказать, посмотрите, в сотни раз от, вот с 96-го, с 97-го года, когда сотовая связь в стране, ну, в России появилась, сейчас сотни раз изменены нормативы. А что от этого биология изменилась, наша с вами нет, это просто сделано в угоду от корпорациям. Ну, в общем, защита есть. Кто в теме, они пользуются этой защитой. У вас тоже есть такая возможность. Значит, зайдёте под видео, кому будет интересно, три вида нейтроника. Зайдёте на каждый, на сайт по ссылочке и почитаете, всё там написано. К тому же наши видео с Владимиром Николаевичем, их около 15 или даже более, тоже я оставлю под этим видео, вот ссылку на плейлист в нём, 15, все эти видео есть. Ну и ещё раз говорю, под этим видео также будет оставлена информация по всем нюансам, связанным с ВЧС, ВЧС-излучениями. Так что зайдёте, почитаете, ну, и уже дальше со знанием дела будете к этому вопросу подходить, как вам быть, как вам жить. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, всё то, о чём я говорил, и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платёжные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся, и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите. А мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, Владимир Николаевич, это вроде всё. Проговорили всё. Да, благодарю. Да, благодарю вас. Ну, тогда до новых встреч. До новых встреч. До свидания. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok